Андрей Курпатов – врач-психотерапевт, основатель интеллектуального кластера «Игры разума». Автор более 30 популярных книг, изданных на 7 языках, общим тиражом в несколько миллионов экземпляров. Автор более 100 научных статей и монографий, посвященных психотерапии, пограничным психическим расстройствам и психосоматическим заболеваниям. О его книге «Счастливый ребенок. Универсальные правила» расскажет психолог Мария Самодолова. Эта книга, потому что, во-первых, у нее очень простой язык. Настолько простой, что иногда кажется разговорной. Несмотря на простоту языка, в ней очень много научных доказательств и фактов. При этом она подкреплена примерами для более легкого понимания и, более того, даже личными историями из жизни людей. Курпатов в этой книге пытается поменять наши отношения к детям. Нам очень часто кажется, что с детьми очень сложно, с ними тяжело. В реальности, если мы несем ответственность за ребенка, это не значит, что мы должны постоянно чувствовать какое-то напряжение. На самом деле воспитание может быть приятным. Но для этого нужно понять, почему ребенок так себя ведет и никак иначе. После прочтения этой книги мы начинаем понимать, что на самом деле не нам тяжело с детьми, а детям тяжело с нами. Им приходится учиться управлять. Сначала управлять телом, потом управлять своими мыслями, своими эмоциями. При этом нужно им понимать и разбираться в социальных взаимосвязях и взаимодействиях. Одновременно с этим у ребенка только-только начинает формироваться мозг и нервная система. Курпатов так здорово описывает сложные термины развития нервной системы. Например, про милинизацию мозга он очень хорошо написал с простыми примерами. После чего становится понятно поведение детей и наше отношение к ним автоматически становится мягче и добрее. Нам очень часто непонятно, почему дети ведут себя так или иначе. И мы злимся на них или раздражаемся. Например, в книге есть история, где ребенок очень хотел понести сок, купленный родителями, самостоятельно. На что его мама ответила такими словами. «Олег, ты не донесешь, дай сюда, что ты вечно меня не слушаешься, почему ты такой упрямый?» На что Олег отреагировал, на мой взгляд, блистательно. Он так долбанул этой коробкой сока об асфальт, что она лопнула, забрызгала всех, его самого, папу, маму. По форме, разумеется, парень поступил не совсем правильно. Плохо даже, можно сказать, поступил. Но по сути... По сути, он был прав совершенно, но посудите сами, он взялся за хорошее дело, решил понести сок, думал, может, это его даже за это похвалят, за такую серьезность и ответственность. Он хотел почувствовать свою взрослость, а его обругали, причем уничижительно, претензиозно. Что было делать? Терпеть? В три-то года. Не уверен, что мы можем сдержаться и в 33, если нас так обломают. Стоит нам посмотреть на все поведение ребенка с другого угла, сразу становится понятно, почему он так себя ведет. И некоторые родители могут сказать, ну, вам-то хорошо, вы вроде бы все знаете, особенно этот Курпатов, он уже доктор, психолог, у него большой опыт. На самом деле, и он про себя пишет, что и ему очень часто сложно переключиться. Он писал, что меня в детстве не учили позитивному отношению к жизни, мне самому приходится делать над собой усилия. Он рассказал историю, как он в детстве очень тяжело переносил игры с отцом на Пасху, пасхальные яйца, когда они их разбивали. И вдруг ему пришла такая же ситуация со своей собственной дочерью. И дочь, как ни странно, отреагировала очень весело, ей было радостно, что она просто разбила яйца. Все зависит от того, как ты к ситуации относишься. Каждый раз ему приходится останавливаться, как будто бы и задумываться, что можно сделать над собой усилия и поменять отношение к любой ситуации. Я советую читать эту книгу медленно, с перерывами, чтобы все советы, которые здесь даются, а эти правила и советы довольно-таки простые, но нужно время для их внедрения. И в заключение хочу обратиться ко взрослым. Дорогие родители, посмотрите на себя в зеркало и подумайте, а вы счастливы, что происходит с вашим психологическим здоровьем? Будьте счастливы, и тогда дети с вами будут счастливыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин